Житель Партизанска попал в ДТП, вторым участником которого стал помощник начальника местного отдела внутренних дел. Любопытно, что полицейский уехал с места происшествия, не дожидаясь его оформления. Николай Стоякин вспоминает, что эта авария произошла 4 июля на следующий день после дня ГИБДД. Он двигался по центральной площади Партизанска, когда с ним поравнялась серебристая иномарка, которая задела кузов его грузовика. Из окна вылез человек в форме сотрудника полиции. Но он начал на меня кричать, выражаться нецезурной бранью. После чего подбежал товарищ мой и стал его снимать на видеокамеру. Видео получилось очень занимательным. На кадрах человек, похожий на помощника начальника ОМВД по партизанству Алексея Ионинского, который по виду чувствует себя не очень хорошо. Здравствуйте. Вызывай гаи к нам. У вас на блеванную машину. На записи хорошо видно, как серебристая иномарка уезжает с места аварии. Вскоре приехали сотрудники ДПС и Николай рассказал им о случившемся, подчеркнув, что судя по запаху, полицейский был пьян. Они там оформляли все это дело. Выбежал начальник полиции. Меня поинтересовался, что случилось. Я ему рассказал все. Меня повезли на свидетельствование, а гаишники поинтересовались у начальника. В общем, а что там с этим делать? Он сказал, я его сам сейчас повезу, найду и повезу. В итоге майор полиции Алексей Ионинский оказался абсолютно трезвым, что подтверждает акт медицинского освидетельствования. После этого Николаю предложили переписать свою объяснительную и мягко намекнули, что если он откажется, ему будет хуже. Мне просто страшно, честное слово. Как он там, что он там, какие меры сейчас предпримет. Он мне сказал, что ту машину сейчас на респлощадку сразу поставим, как бы, ну, что, короче, у тебя жизни не будет никакой. Все дошло до того, что Николаю пришлось нанимать адвоката. Сделали человека трезвым. То есть есть акт освидетельствования о том, что он трезв. То, скорее всего, возможно, конечно же, официальная версия будет, что человеку стало плохо, и он поехал дальше. И он даже места ДТП не оставлял. То есть, возможно, будет версия о том, что он и не заметил, что ДТП, что музыка громко играла. Я не знаю, как он будет оправдываться, но я считаю, что пока принимаются активные меры для того, чтобы этого товарища выгородить. Согласно официальной версии, в тот день майор Ионинский действительно попал в небольшое ДТП. Но его состояние обуславливалось не алкогольным опьянением, а пищевым отравлением. По факту происшествия в ОВД Партизанска проводится служебная проверка. Начальником отдела МВД России по городу Партизанск назначено проведение служебной проверки. Установлено, что действительно произошло касательное столкновение грузовой и легковой автомашин. Одним из участников происшествия был помощник начальника отдела полиции по работе с личным составом. Оба водителя остановились, чтобы осмотреть повреждения, и не заметив значительных повреждений, они приняли решение разъехаться. Сотрудник полиции доложил о происшествии начальнику отдела МВД России по городу Партизанск, после чего был освидетельствован. Медицинское освидетельствование установило отсутствие алкоголя в крови водителя. Также нам сообщили, что автор компрометирующего майора видео ранее служил в полиции и был с позором изгнан из органов после того, как сам попался на дороге за пьянку. Алексей Ионинский, как руководитель отдела кадров партизанского ОВД, лично подписывал приказ о его увольнении. Поэтому всё происходящее в краевом МВД сейчас расценивают как банальную месть бывшего сотрудника. Но для Николая Стоякина, хозяина грузовика, это не имеет никакого значения. Он намерен привлечь сбежавшего майора к административной ответственности хотя бы за то, что он уехал с места ДТП.